Да, довольны. Последние годы стало лучше, почище. У нас убирают довольно-таки часто, раз в неделю, стабильно. И каждое утро, вот сейчас, пока коронавирус был, убирали вообще два раза в день, обрабатывали подъезды. В том году в электросамы обращалась по электрике, а так, починили, да, так вроде исполняют. Ну, не знаю даже. Не обращаетесь? Нет. А в подъезде убирают? Да, убирают. Ну, вряд ли, скорее нет. Это связано с законодательством, они нарушают законодательство. А по какому плану? У них нет договора на те услуги, которые они предоставляют якобы. Поэтому те сборы, квартоплаты, которые, ну, в том числе, квартоплаты, есть что незаконным. Мы только вот сейчас судиться будем. А что за такой район? Что за управляющая компания? Чем недовольны? Чем недовольны? Потому что меня просто удивляет то, что эти... У нас ТСЖ отдельно, и никто не проверяет ничего, никаких эмоций на этот счет. Как там, какие платежки, что за платежки, вообще непонятно. Везде законы, у нас законов нет. Один раз обращался, сделали атаки, и не видно, и не слышно. У нас вокруг дома вообще не убирается. Высчитывают деньги за воду, за то, что они моют мусорные баки. А у нас мусорные баки находятся вообще вдалеке от дома. Там никто не моет, никто не подметает, никто не убирает, а за счет водят. Ну, в Гагаринске, вторая управляющая компания, претензии есть. Бывает, что их, ходишь за ними, как за хлебом, каждый день и по несколько раз в день. Были у меня такие прецеденты. Но сейчас пока никаких вопросов нет. Пока нет отопительного сезона. И вот так вот как бы. Плащи не ремонтируют, и не видно, что подремонтируют. У нас сделали недавно ремонт подъезда. 125 тысяч обошелся подъезд. Если бы посмотрели, приехали к нам и посмотрели, что они там натворили. Они его пять раз переделывали, и все равно ничего не сделали. Там, в общем, покраска такая. Взяли все в одной краской, некачественно. Беспредел, короче говоря. И вызывали с управляющей компанией директора, и главного инженера, и никто ничего не делает. Понимаете? Сейчас они там что-то пытаются устранить, но как ВОЗ был, так и остался ныне здесь. Понимаете? Поэтому я вам говорю, я даю положенную, то есть минусовое отношение этих ГУПСов к нашим жильцам города. Такой вопрос не сразу и ответишь. Вы знаете, что я к управляющим компаниям отношусь так, как вот они есть, и ладно. Когда были ЖЭКи, да, когда они были государственными, с них спросить можно было. Сейчас это самостоятельные какие-то предприятия непонятные. Чем они занимаются, непонятно. Единственное, что они делают, это начисляют нам свои взносы за квартплату, так называемые, обслуживание дома. Все, больше ничего, ничего о них хорошего сказать не могу. Спасибо. Спасибо.